О главных новостях Украины и мира узнаете в подробностях в студии Екатерина Лысенко. Здравствуйте, и сегодня в выпуске. Мировые лидеры в украинской столице. Какими заявлениями и прогнозами завершился форум ЕС-2017? Город в трауре. В детском лагере Одессы произошел пожар. Погибли дети, что спровоцировало возгорание. Тренерский десант. Чему научили натовские армейцы украинских военных на международных учениях? Более 350 участников и только важнейшие темы. В Киеве завершился ежегодный форум Ялтинской европейской стратегии. О ключевых месседжах финального дня, главного события месяца, расскажет Инна Томина. Именитые спикеры, влиятельные гости. Уже три дня в Киеве обсуждают глобальные вопросы, безопасность, коррупцию и реформы. Среди гостей и участников форума влиятельные политики, дипломаты, бизнесмены и эксперты. Главным сюрпризом на форуме Е стал известный астрофизик Стивен Хокинг. Вчера он появился перед публикой в виде голограммы. Рассказал, почему необходимо заселять другие планеты, создавать колонии на Луне. Знаете, вот такой контраст. Будение, иногда дребезковые справы наших политиков, такие интриги, конфликты Верховной Рады и космические масштабы тех выкликов и проблем, которые стоят перед всем людством. Но это было вчера, а сегодня же речь зашла не об искусственном интеллекте и космосе, обсуждали реалии украинской жизни. И послушать было о чем. Владимир Гройсман рассказал о ситуации в Украине и ответил на острые вопросы о коррупции, реформах бизнеса и об инвестициях. Мы запроводили с 1 серпня, в прошлом году я про это говорил, мы запроводили систему Прозоро, систему государственных покупателей, которая всегда была закрыта от реального бизнеса, которая всегда была коррумпована. Мы планировали и запроводили электронное декларирование. Мы открыли все базы данных, что касается, в том числе и бенефициаров, что сегодня можно проследовать, кто чем воляет, в том числе и чиновники. Мы начали масштабную дирегуляцию. Мы должны быстро создать инструмент, который позволит совершить правосудие над коррупционерами. Это важным элементом. Как это будет называться? Антикоррупционная палата суду независимая. Антикоррупционный суд. Не имеет значения. Коснулись и темы безопасности. В частности, говорили о мировой поддержке Украины в борьбе с российской агрессией и европерспективах страны. Украина никогда не должна превратиться в забытый уголок ЕС. Есть здесь и для нас важный урок, особенно в нынешние времена. Этот момент, когда вызовы для Украины кажутся непреодолимыми, а враждебность угрожающей. Но я скажу народу Украины, не сдавайтесь. У вас много друзей, много тех, кто вами восхищается и не просто желает успеха, а помогают. Кроме того, на форуме главный украинский дипломат сделал решительное заявление о россиянах в составе миротворцев ООН на Донбассе. Мы считаем, что ни в коем случае, поскольку Россия, как страна-агрессор, если она еще присутствует и в миротворческой миссии, то это просто сносит крышу. С каждым годом градус дискуссии во время проведения ЕС повышается, констатируют участники. В этом году мне очень понравилось. Именно спикеры, именно организация, неформальные контакты. Помимо коррупции, бизнеса и политики не забыли и о высоком, об искусстве. В Киев по приглашению Пинчук Арт-центр приехала всемирно известная сербская художница Марина Абрамович. Украинской публике она представила авторский метод Абрамович. Это мой вклад для общественности. Если ты хочешь изменить себя, ты можешь это сделать. Я даю им инструменты. Один из них взять свои часы, телефон и компьютер и избавиться от них. Технологии отбирают наше время. Время побыть наедине с собой. Нужно обеспечить для себя полную тишину, чтобы все сенсоры были задействованы. Вот на такой творческой ноте 14-й форум ЕС в этом году и завершился. Публика теперь с интересом ждет, чем удивит ялтинская стратегия в следующем году. Инна Томина, Владимир Дедов. Подробности телеканал Интер. Кабмин проверяет формулу цены на газ для населения. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман. По его словам, цена на газ должна формироваться в соответствии с рынком. Также Гройсман отметил, что в этом вопросе украинское правительство работает с Международным валютным фондом. Самое главное, чтобы эта формула была справедливой. И сейчас наши технические службы работают над тем, чтобы сделать верификацию формулы формования цены газа. Ситуацию на оккупированной части Донбасса, сотрудничество в сфере безопасности и продвижения реформа обсудят президенты Украины и США Петер Порошенко и Дональд Трамп. Встреча состоится 21 сентября на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН. Участие в ней также примут послы Украины и США в ООН Владимир Ельченко и Ники Хейли. В украинском МИДе отметили, что перечень вопросов, которые будут поднимать во время встречи, могут расширить. Американская сторона вправе добавить в план обсуждения и другие темы. Невидимые полномочия. Советник министра внутренних дел Илья Кива продолжает утверждать, что он лидер социалистической партии Украины. И это вопреки решению высшего административного суда. Об этом заявил нардеп, лидер социал-демократической партии Сергей Каплин. Тем временем основатель социалистической партии Александр Мороз также отреагировал на заявление Кивы, назвав его самозванцем, нарушившим все законы и фактически обвинил его в рейдерском захвате СПУ. 30 вересня в Киев, в частности, под Минюст, приедут кілька тысяч членов социалистической партии Украины. Разом с социал-демократами, разом с партией пенсионеров, разом с десятками простилковых объединенных организаций. С другими партиями объединяются в единый блок социалистов, социал-демократов и простилок. И мы покладем край пивом. Трагедия в Одессе. Этой ночью в детском муниципальном лагере «Виктория» произошел пожар. В городе объявлен траур. В огне погибли три девочки, участницы детской танцевальной студии. Дети сгорели заживо. Корпус был построен из деревянного сруба в прошлом году, но на территории лагеря не оказалось даже пожарных рукавов, а гидранты были без воды. Все подробности у Кирилла Ющишина. Пожар начался в полдвенадцатого ночи. Корпус детского лагеря, построенный полностью из дерева, вспыхнул, как спичка. Огонь распространялся так быстро, что спасатели попросту не успевали развернуть технику. Первым подразделением было установлено, что горит здание на общей площади 500 метров квадратных. По прибытию всех остальных подразделений огонь быстро распространился на площадь 1000 метров квадратных. Была угроза распространения на ближайшие также деревянные двухэтажные здания. На территории лагеря не работали ни пожарная сигнализация, ни гидранты. Пока искали воду, огонь уничтожил весь корпус и перебросился на соседний. Детей из горящего здания выводили вожатые. На момент пожара в корпусе спали 42 ребенка. Но после того, как всех вывели, троих девочек недосчитались. А что пропавших? Трое одна комната. Сгорели они там, блин. Вешайте лапшу всем. Сгорели они там. Трое с одной комнаты их забыли, блин. Работает сейчас ДНС. Забыли троих. Это здание, чтобы если оно построено по технологии, по правильной, его паяльной лампой не разогреешь, не зажгешь. Полчаса будет пыхтеть, в смысле пенится. Это специально. Нету ни распылителей, ничего, ни водонапорной башни. Детей, которых удалось вовремя вывезти из здания, расселили в соседние корпуса. Утром их забрали родители. Дети пережили шок. Дети испуганные. Тем более, что, давайте не забывать, что это произошло ночью. То есть, это темно, дым. Извините, не каждый взрослый может выдержать. Четыре новых корпуса из деревянного струба в этом лагере. Это был один из главных пиар-проектов Одесской мэрии в прошлом году. Лагерь принадлежит городу. Числится как внешкольное учебное заведение. Прошлым летом его помпезно презентовал лично мэр Геннадий Труханов. Несмотря на экономический кризис, социально-политические вопросы или также кризисное состояние, мы строимся, мы заботимся о детях, мы создаем им атмосферу счастья, детского счастья. Журналисты раскопали, что во время строительных работ Одесский горсовет дополнительно освоил 11 миллионов гривен, часть из которых якобы потратили на установку новейшей системы пожарной безопасности. Это есть, вы видите, благоустроенная территория и четыре прекрасных деревянных сруба. Выполнены все мероприятия, связанные с огнезащитой. Но почему система защиты не сработала? Оказалось, пожарная сигнализация была отключена. Мы считаем, что одним из основных действий трагедии это несправна автоматическая пожарная сигнализация, которая в 2016 году была на данном объекте смонтована. О том, что сигнализация отключена, знали. Этим летом лагерь обязали ее включить. Но по каким-то причинам руководство этого не сделало. Директора Виктории Петра Саркисян с сердечным приступом в больнице под охраной полиции. Спасатели весь день разбирали завалы в поисках останков погибших девочек. Восьмилетней Софии Мазур, девятилетней Настей Кулинич и двенадцатилетней Снежаны Арпентий. В полиции открыли уголовное производство по статье «Нарушение правил пожарной безопасности». Кирилл Ющишин, Игорь Попов, телеканал Интер, Одесса. И буквально пару часов назад у здания Одесской мэрии начались протесты. Родители пострадавших детей, активисты и просто неравнодушные жители города пришли требовать ответа от мэра Геннадия Труханова. Принесли с собой даже шины, но града начальника на месте не оказалось. Протестующие начали штурмовать здание, пытались выбить стекло во входной двери. Во время одной из попыток штурма в толпу бросили светошумовую гранату. Завязалась драка, полиция применила газ и оттеснила протестующих. Но люди расходиться не собираются. 380 тысяч гривен за продление трудового договора. Такую взятку у своего коллеги требовал заведующий кафедры одного из вузов Харькова. По данным спецслужбы, вымогатель был в сговоре с руководством университета. Все деньги преподаватель-взяточник забрал возле обменного пункта в Харькове. Там его и задержали сотрудники СБУ. По факту уже открыли уголовное производство. А двое полицейских погорели на взятке в Крапивницком. Поймали нечистых на руку правоохранителей сотрудники службы безопасности и прокуратуры. В СБУ заявили, что задержали начальника сектора уголовного розыска и старшего оперуполномоченного сразу после получения части денег 17 тысяч гривен. В общей сложности они требовали тысячу долларов у местного жителя, а взамен обещали не привлекать мужчину к ответственности за якобы совершение грабежа. Мегайорти, то есть большой праздник, прошел возле прифронтового Мариуполя. Греческая община раз в два года проводит фестиваль в поселке Малаяни-Соль. Параду не помешали даже боевые действия. Подробнее расскажет Геннадий Вивденко. По улицам поселка Малаяни-Соль под Мариуполем идут древнегреческие боги в полном составе от Зевса до Афродиты. Потом по центральной улице движется легендарный корабль «Арго» с предводителем «Ясоном» и командой на борту. Не обошлось и без Геракла, которого сопровождали местные спортсмены. Парад в честь Мегайорти, в переводе «Большой праздник». Греки поселились тут более 200 лет назад, основали Мариуполь и десятки близлежащих поселков. Всего же в Украине греков около 200 тысяч. В визуальные времена мы продолжаем живьем, продолжаем любить Украину и Грецию. Много людей, великолепный праздник. Здесь находится грецкая душа. Я все, зона, большинство грецких деревня. И я очень прошу, если может наша страна обратить больше внимания здесь. Этот праздник, он объединяет людей, объединяет разных национальностей. Вы видели и армяне с нами, и немцы с нами, и евреи. Из материковой Греции приезжают очень многие. И поэтому мы здесь показываем две культуры. Один народ украинцев, но и греческого происходящего, и всех остальных. Парад идет в сине-желтых и бело-синих цветах. В украинских нарядах и греческих, которые подчеркивают народы вместе перед лицом внешней угрозы. В такие праздники собираются все вместе, приезжают с разных мест и чувствуют себя одним народом. И эта общность одной традиции, одной веры, одной культуры помогает преодолевать все эти нестроения, которые возникают в нашем Отечестве. Греческая община и предприниматели постоянно помогают украинским военным на передовой. Ночью в Чермалыке боевики снова обстреляли наши позиции. Чисто провокации. Пытаются, чтобы мы отвечали. Но если я не вижу причин, я не стреляю. По статистике штаба АТО, на этой неделе почти половина обстрелов боевиков, всего около сотни, произошли именно на Мариупольском направлении. Несмотря на это, греки, украинцы и представители других национальностей при Азове будут праздновать в Мега-Йорте до полуночи. Геннадий Вивданко, Богдан Савруцкий, Сергей Байдала. Подробности телеканал Интер из Донецкой области. 388 человек только в этом году стали жертвами конфликта на Донбассе. 68 из них погибли, остальные получили ранения. Речь идет о мирном населении. Такие данные опубликовала специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. По ее сведениям, в прошлом году среди обычных людей было 442 жертвы. Из них 88 погибших и 354 раненых. Почти половина от общего количества это пожилые люди. Поэтому ОБСЕ отмечают, что стороны должны прекратить размещать личный состав и военную технику в жилых районах. В Львовской области уже неделю проходят международные военные учения Rapid Trident. Несколько сотен тренеров из стран-участниц НАТО приехали обучать украинских военных. Подробнее расскажет Галина Якушко. Две с половиной тысячи военных из 14 стран-участниц НАТО съехались во Львовскую область. Именно здесь, на Яваровском полигоне, они будут отрабатывать слаженность действий и делиться опытом. Учения начинаются уже на подходах к полигону. Здесь военные отрабатывают методы проведения обысков. Бронежилет, взуття, карманы. То есть, вшукуется переможливости все. Чтобы не было лишних предметов, которые могут быть схожи на выборов или острые предметы. Далее разворачиваются боевые действия. Для обучения техники захвата городской территории здесь даже сооружили специальный павильон. Несколько десятков железных конструкций имитируют городские сооружения. Правда, оружие у солдат заряжено холостыми патронами. Система Майлс очень похожа на лазертак, но она реагирует на холостые обои. Правильно? Да. Она работает только когда ты стреляешь холостыми обоями. Каждый солдат имеет датчик, который выясняет, когда ты потрапляешь куле. Пискет. Звуковый сигнал. Солдат поднимает руку и выходит из поля боя. Но самое интересное в центре Яваровского полигона – это трехэтажное здание построили специально для учений. Работы продолжались полгода. Здесь настоящий генштаб. А все карты, стратегии и даже техники ведения боя тщательно рассчитаны компьютерной программой. Ее используют для определения эффективности выполнения заданий. Американские военные удивляются. К работе привлекли лучших айтишников Украины. Все они трудились бесплатно и не жалея времени. Я считаю эту программу феноменальной. Я был удивлен, что она сделана на таком высоком уровне. И те предложения, которые я внес, усовершенствовали за несколько дней. У американцев это заняло бы месяц, а украинские айтишники сделали всего за несколько недель. И там было всего два парня, даже не команда людей. Мы их искали по всему фронту и вытаскивали из танков, закопьев. В нашей команде первой были люди, которые работали в Google, в самом офисе центральном в Америце. И такие другие, такие другие. То есть фахисты очень высокого уровня. На Яваровском полигоне тренеры из стран НАТО пробудут еще неделю. За это время хотят обучить украинских военных оказывать экстренную медпомощь, а также усовершенствовать навыки десантников и технику защиты во время химической атаки. Глина и Кошки, Юрий Голубенко. Подробности. Телеканал Интер. Львовская область. Перспектива вступления Украины в НАТО до сих пор остается на повестке дня. Об этом заявил замгенсек Альянса по вопросам публичной дипломатии Таджан Илдем. Он подчеркнул, что НАТО важно исключить возможность витировать вступление Украины в Альянс со стороны любой другой страны, в том числе России. Илдем также напомнил, что решение Бухарестского саммита 2008 года о присоединении страны к Альянсу действует до сих пор. И есть два главных условия для его выполнения. Это окончательное желание Киева присоединиться и принятие соответствующего решения самим блоком. Стабильная, суверенная и независимая Украина имеет ключевое значение для евроатлантической безопасности. Поэтому страны НАТО тверды в поддержке Украины и никогда не признают незаконной аннексии Крыма. В Новомосковской Днепропетровской области строители нашли 68 боеприпасов, 18 противотанковых управляемых ракет и больше полусотни артиллерийских калибром 152 и 122 миллиметра. Спасатели вывезли боеприпасы на специальную площадку, где их и обезвредили. Нацполиция открыли уголовное производство. Сейчас следователи ищут хозяина склада. А в Кривом Роге, также Днепропетровской области, в жилом доме прогремел взрыв. Устройство сдетонировало прямо в руках у мужчины. Осколки разлетелись на несколько метров, повредили дверь, окна и стены дома. Мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали. Как оказалось, пострадавший раньше служил в зоне отток. Кроме того, у него были проблемы с наркотиками. Сейчас все подробности случившегося выясняют правоохранители. Болгария, Венгрия, Грессия и Румыния обеспокоены новым законом об образовании, который Верховная Рада Украины приняла на прошлой неделе. Министры иностранных дел этих четырех стран написали письмо своему украинскому коллеге Павлу Климкину копии готовиться отправить в Совет Европы и ОБСЕ. Как заявила глава МИД Болгарии Екатерина Захарьева, указанные страны намерены показать, что серьезно относятся к этому вопросу и не позволят влиять на право нацменьшинств получать образование на родном языке в Украине. А вот министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, закон об образовании не ущемляет права нацменьшинств. Об этом он сказал во время форума ЕС. По словам министра, закон лишь предусматривает увеличение доли украинского языка в учебном процессе. Глава МИД отметил, что документ еще будут обсуждать с Румынией и Венгрией. По словам Климкина, эти страны, включая Болгарию, критикуют интерпретации закона, а не сам документ. Те, что мы предлагаем, это, конечно, сохранение обеспечения национальных меньшин. Это, во-первых, наши международные обязательства, но это нужно нам. Но мы должны обеспечить, чтобы наши граждане в полном обслужии владели так же украинским. И чтобы они могли бы иметь будущее здесь, в Украине. Чтобы они могли научиться в университетах. Чтобы они могли заниматься посадкой. Школьный скандал в Прикарпатии. Директор учебного заведения обвиняет руководство городского департамента образования в давлении и предвзятости. Руководителя уволили, но на его защиту встала почти вся школа. В чем причина конфликта, разбирались наши журналисты. Школа номер три единственное учебное заведение в городе, где обучение до сих пор проводят на русском языке. А с недавнего времени еще и на польском. Здесь учатся почти 900 учеников разных национальностей. Кроме украинцев, армяне, татары, русские, евреи, поляки, грузины и даже немцы. Светлана Долгова возглавляет заведение уже 20 лет, но на прошлой неделе она написала заявление об увольнении. Позже объяснила, сделала это вынужденно из-за давления со стороны руководства департамента образования. Я ишла с заявкой, про которую не знал никто в школе. Я ей написала, ну это не был той тиск, когда скажут, седай, вот тебе листочек и вот тебе ручка и пиши. Это не это был тиск. Это были такие условия, в которых я работала. Поступок директора стал шоком, как для учителей, так и для родителей. Они убедили ее отозвать заявление, но в департаменте заявили, назад пути уже нет, документы уже дали ход. С просьбой не увольнять директора в кабинет руководителя городского отдела образования Игоря Смоля пришли разъяренные родители. Но чиновника это не впечатлило. Игорь Викторович так сказал, я решение своего не меняю. Запропонувал брать участь Светлане Владимировне в конкурсе. Он на контакт заманил, чтобы он выбег в зал и просто нас проигнорувал. Такое поведение чиновника привело к тому, что в школе собрались на митинг. Много выпускников школ, мои дети, которые учились тут, братья и сестры, которые учились тоже в этой школе, сейчас показывают одну из элит Украины. И я считаю, что третья школа с традициями, которая поддерживает, будем говорить, многомовно, сейчас поменять директора, они на переправе не меняют. Согласили на собрание директор департамента вместе с мэром, но они не пришли. Я не хочу сегодня в голос говорить то, что я слышала на свою адресу не только от директора департамента, а от других посадовцев. Я не могу в таком средове работать. А еще она уверена, все проблемы из-за русского языка. Вспоминает, ей не раз приходилось слышать от чиновников различные упреки по этому поводу. Но ее руководство все обвинения отвергает. Как на мое переконание, это не знаю, чьи я, не знаю, с какой мэтою, но провокация. Если прохание заменить в школе все таблички и вывески, написанные российской мовой на украинскую, если это считать тиском, если это считать каким-то, не знаю, предупрежденным ставлением, то это есть. Городской голова все же пообещал учителям и родителям, что встретятся с ними на следующей неделе. А пока попечительский совет школы готовит обращение в прокуратуру и суд о давлении и незаконном увольнении директора. Любовь Кукла, Жанна Дучак, Зинови Автонас. Подробности телеканал Интер, Ивана Франковск. Британская полиция задержала подозреваемого по делу о теракте в лондонском метро. Взрыв произошел накануне на станции Парсонс-Грин. В вагоне не полностью сдетонировала самодельная бомба. Люди получили ожоги. Больше деталей у Елены Абрамович. Террористы запланировали взрыв в час пик в 8.20 утра. Взрывное устройство запаковали в обычное белое пластиковое ведро. Кто-то из пассажиров успел сфотографировать, как оно начало гореть. Через несколько секунд произошла мощная огненная вспышка. Буквально через 3 секунды, как закрылись, мы услышали громкий взрыв. Сначала не поняли, что случилось. Звук был необычный. Я оглянулся и увидел огромный огненный шар. По-другому это не назовешь. Внезапно я услышала взрыв. Посмотрела налево и увидела, как в мою сторону поднимается огненный шар. Раздались крики и плачь женщины. Люди начали паниковать. Началась давка, и мы никак не могли выбраться. Подо мной была женщина. Другая кричала, что она беременна. Под ногами оказался маленький мальчик. Я держалась за перила, старалась ни на кого не давить. Но люди напирали все больше. Спасатели и полиция прибыли на станцию через 6 минут. С ожогами и травмами в больницу увезли около 20 человек. Но все могло оказаться намного хуже, если бы подрыватели не ошиблись. Скорее всего, была ошибка в химическом составе взрывчатки или недостаточно мощный детонатор. Потому что если бы бомба сработала, то жертв в переполненном вагоне было бы гораздо больше. А так даже окна уцелели. Ответственность за теракт на себя взяло исламское государство. Полиция задержала подозреваемого, 18-летнего мужчину. Его идентифицировали с помощью записей камер наблюдения. Сразу после теракта премьер-министр Тереза Мэй созвала и возглавила заседание КОБРА, Чрезвычайного правительственного комитета. После этого заявила, уровень террористической угрозы в Британии будет повышен. С серьезного до критического. Это означает, что следующая атака неизбежна. В этот период военный персонал заменит полицейских в караулах на определенных охраняемых объектах. Общественность увидит больше вооруженных полицейских в транспортной сети и на улицах. Тем временем неравнодушные жители организовали в пятницу возле метро Парсонс Грин раздачу бесплатной пиццы для полицейских и спасателей, до вечера обследовавших станцию. Утром ветка метро возобновила работу. Елена Абрамович, Иван Ермаков. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Миллионы любителей пива спешат на Октоуберфест, а Вильнюс признан самым счастливым городом в Европе. Об этом и не только в нашем международном обзоре. Юный садовник Белого дома. 11-летний мальчик по имени Фрэнк написал письмо американскому президенту и рассказал, что очень хочет помочь садовникам подстричь траву в розовом саду. Дональд Трамп откликнулся на его просьбу. Пригласил мальчугана к себе и позволил поработать. Фрэнк трудился несколько часов. Глава американского государства высоко оценил его старания и даже вдохновил на создание собственного бизнеса по уходу за газонами. Вильнюс признали самым счастливым европейским городом. По данным агентства Евростат, жизнью в столице Литвы удовлетворены 98% опрошенных жителей. На втором месте в рейтинге датский Копенгаген и шведский Стокгольм. В пятерке самых счастливых также жители Люксембурга и Вены. Более того, австрийская столица стала лидером по числу горожан, довольных благоустройством парков. Ситуация со здравоохранением, по данным аналитиков, лучше всего обстоит в Амстердаме. А лучшее образование предоставляют в Дублине. Миллионы любителей пива спешат на Октоберфест. Традиционный фестиваль уже стартовал в немецком Мюнхене. Ровно в полдень по местному времени Обербурга-мистр города Дитер Райтер двумя ударами открыл первую бочку с пивом, дав официальный старт крупнейшему в мире народному празднику. А первую кружку пива по традиции получил премьер-министр Баварии. Кстати, она в этом году подорожала на 25 центов и теперь стоит почти 11 евро. Крупнейший в мире фестиваль пива проходит в условиях усиленных мер безопасности. Ожидается, что его посетят около 6 миллионов человек. В мире резко возросло количество людей, которые страдают от голода. По данным ООН, голодают 815 миллионов людей. Это 11% населения планеты. Большинство из них живут в Азии, 520 миллионов. А вот в Африке от голода страдают 20%. Такие данные ООН объясняют военными конфликтами и климатическими изменениями. А вот в Ярдании создали ферму просто в пустыне. Ученые будут использовать солнце, соленую воду и углекислый газ для производства энергии и пресной воды. Всего на трех гектарах планируют выращивать 130 тонн овощей в год. Энергию для проекта генерируют солнечные панели. А для полива используется технология орошения теплиц. Проект направлен на борьбу с нищетой и создание новых рабочих мест в стране. Это все новости к этому часу. За развитием событий следите на нашем сайте подробностей. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи завтра.